Я попрошу выступить тогда руководителем проекта «Увековечение памяти Юлия Сеттель-Розенбергов. Возрождение культуры борьбы за мир» Михаила Герча Чернова. Спасибо большое всем участникам, спасибо Дому общественных организаций, спасибо нашим зарубежным гостям. Проект «Увековечение памяти Юлия Сеттель-Розенбергов. Возрождение культуры борьбы за мир», который на английском звучит как мирная инициатива Юлия Сеттель-Розенбергов. Это очень чистый, светлый и нужный проект. Он нужен нам всем. Как сказал Дмитрий Геннадьевич, надо опираться на людей и надо опираться на тех, кто способен в своих странах либо остановить, либо притормозить то безумие, которое сейчас начинается и которое разворачивается во всем мире. И я очень надеюсь, что это будет. В рамках своей инициативы, в рамках проекта «Увековечение памяти Юлия Сеттель-Розенбергов» мы учредили медаль, которая по представлению общественных организаций из России и стран Центральной Азии присуждается за заслуги в деле борьбы за мир, в самом широком понимании этих заслуг. Медалью номер 1, 001, был награжден советский космонавт, российский космонавт Цележан Шарипов, который первый из советских и российских космонавтов летал на американском космическом корабле. Это очень важно, потому что, как бы ни складывались наши отношения с Соединенными Штатами, что бы ни происходило, но такие вещи, как совместные полеты в космос, это надолго, это навсегда, это останется в памяти, и это всегда будет мостом для дальнейшего возможного сближения и установления каких-то новых, хороших и правильных отношений. Но также Цележан Шакирович Шарипов во время кризиса, во время войны, во время резни в Аше, он принимал в 2010 году активное участие личное в остановке этого кошмара и безумия, и ездил там по селам, и его есть личный значительный вклад в то, что жертв гораздо меньше в этом регионе, чем могло бы быть. Медалью номер два награжден Николай Андреевич Махутов, который сейчас, я так понимаю, присутствует уже в онлайне либо будет присутствовать на нашем мероприятии, и выступит виднейший советский и российский ученый, который внес огромный вклад в безопасность. Причем в безопасность шаг в самую широкую, здравствуйте, в самом широком смысле этого слова, в безопасность общества, в безопасность людей, в безопасность народов, который в своей жизни прошел с самого детства, через очень многое, и который до сих пор делает все возможное, чтобы то, что пережил он, он был угнан в германские лагеря, угнан ребенком, и он сейчас до сих пор делает все возможное, чтобы этого не повторилось, чтобы преступлений таких по отношению к детям не было, вне зависимости от того, до чего мы докатимся. Медали памяти, медаль Лутина Смира имени Юлиуса Иотель Розенбергов, две медали были вручены в Израиле, вручал их посол Российской Федерации в государство Израиль и военные атташе Российской Федерации в государство Израиль, вручал ветеранам, людям, которые внесли и вклад, и в победу, и в увековечивание памяти в этой победе во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, чтобы этого никогда не повторилось. Медаль, медалью за номером пять награжден Сайфулло Садуллоевич Сафаров, который внес огромный вклад в прекращение гражданской войны в Таджикистане в начале-середине 90-х годов, и благодаря которому там, в общем-то, установился мир. Награждения продолжаются, и мы очень надеемся, что нас будет много, и мы очень надеемся, что вне зависимости от политических убеждений, вне зависимости от политических позиций, вне зависимости от национальности, вне зависимости от религиозных взглядов, от религий, Мы сделаем все возможное, чтобы человек, чтобы личность, чтобы люди всегда оставались на первом месте. А люди хотят мира, люди хотят жить, люди хотят расти детей. И я уверен, что вместе, в общем-то, в какой-то степени опираясь на подвиг Юлиуса и Отеля Розенберга, на их наследие, мы сделаем все возможное, чтобы избежать войн, больших войн, избежать уничтожения, и чтобы человек остался с нами в этом мире навсегда и не был заменен ни государством, ни машиной. Спасибо большое.